здравствуйте друзья меня зовут виктор и вы на канале игровые компьютеры в этом ролике вы увидите технический обзор популярного корпуса от компании дипков это matrix 50 и dd rgb 4f который не только удобен и функционален но еще и имеет эффектный внешний вид стоимость корпуса составляет порядка 70 долларов сша что весьма конкурентно учитывая достоинства данного корпуса ну что начнем обзор боковая крышка выполнена из каленого стекла накрепится в барашками с резиновыми прокладочками стекло без пленок это уже не первый вариант когда она идет без пленок сверху с нижней стороны пленок нет поэтому лучше работать в перчатках габаритные размеры глубина 44 сантиметра высота с ножками 48 сантиметров без ножек 46 и 1 ширина 21 сантиметров со стеклом высота кулера заявлено 168 миллиметров длина видеокарты заявлено 37 сантиметров по факту можно и больше порядка 39 40 сантиметров ставить но в этом случае вы не сможете использовать водяное охлаждение на передней панели радиатор будет мешать то есть принципе корпус позволяет установить почти все современные комплектующие и высокие кулера и длинные видеокарты и водяное охлаждение серьезно в этом плане он очень продуман по внутренней части пространства много корпус позволяет установить материнской платы форм-фактора от и x и меньше уже предустановлено 9 стоек под материнской платы от x формата мы видим большое количество прорезей технологических для того чтобы мы могли протянуть нужные места провода и шлейфы в частности вот сверху у нас есть довольно широкие такие технологические отверстия для питания процессора для того чтобы мы спрятали провода и шлейфы от вентиляторов и тому подобное снизу мы видим тоже отверстие для подключения шлейфа передней панели есть также отверстие для питания видеокарты как по мне наверное лучше бы его чуть-чуть в сторону сделали чуть-чуть вот в этой стороне потому что как правило все-таки такие корпуса ставятся более длинные видеокарты и здесь уже будет если у нас видеокарта длинная то провод будет не очень эстетически красиво смотреться но это ладно это мелочи на внутренней части мы видим 7 слотов под карты расширения один из них на съемной заглушки с винтом 6 остальных выламываются это такое среднее решение не очень удобно и лучше конечно чтобы все были съемные и в нижней части корпуса мы видим отдельный кожух для блока питания и корзины с жесткими дисками это довольно типовое исполнение корпусов с нижним расположением блока питания также мы видим прорезь через которую мы можем смотреть какой у нас установлен блок питания плюс в этой части есть проезд для того чтобы мы могли комфортно установить водяное охлаждение посмотрим на кнопки передней панели кнопки размещены сверху учитывайте это если вы собираетесь корпус устанавливать стол то у вас может быть затруднен доступ к этим кнопкам сверху мы видим кнопку включения которая будет светиться при включенном компьютере коннектор usb 3.0 два коннектора usb 2.0 аудио вход аудио выход и кнопка лет для переключения режимов подсветки если мы будем использовать встроенный rgb контроллер также мы видим здесь логотип компании deep сверху нас установлен пылевой фильтр в виде сетки на магнитах он перед проклеен таким специальным скотчем видим сетка на магнитах здесь есть технологическое отверстие для выдува воздуха и на эту решетку мы можем установить 2 120 миллиметровых или 2 140 миллиметровых вентилятора снизу пылевой фильтр в виде пластиковой сетки снимается довольно легко здесь тоже прорези для того чтобы блок питания забирал воздух одевается пылевой фильтр у него не скажу что очень удобно но справиться можно довольно высокие ножки на мягком основании также мы видим винты крепления корзины для жесткого диска то есть мы можем немного поиграться и влево вправо и и и и сместить или вообще снять чтобы увеличить продув воздуха с нижней стороны есть небольшое отверстие она очень небольшое также забор воздуха осуществляется через эти ребра с одной и со второй стороны пылевой фильтр там тоже встроен ну и если мы уже заговорили о вентиляции и охлаждении то у нас в комплекте предустановлено 4 вентилятора 3 вентилятора на передней панели один вентилятор на задней панели здесь используется адресей был rgb вентиляторы которые питаются по 5 вольтам и могут показывать одновременно несколько цветов не путайте пожалуйста их с rgb вентиляторами которые питаются по 12 вольтам и могут показывать одновременно только один цвет подробно об особенности подключения rgb подсветки вот в такого плана корпусы сейчас появится ссылочка в описании мы делали отдельный ролик по подключению rgb подсветки и там также мы указали про ошибки которые часто возникают при выборе вентиляторов по водяному охлаждению мы можем использовать на передней панели 360 280 240 140 и 120 миллиметровые радиаторы охлаждения сверху мы можем установить 240 140 и 120 возможно здесь можно еще установить 280 но есть вероятность того что радиаторы будут уже мешать планкам памяти производителям заявлено 240 к максимальной при желании можно попробовать покулибничать но я не рекомендую и сзади как обычно мы можем установить 120 радиатор охлаждения по вентиляции 3 140 или с 3 120 можно меньше на переднюю панель здесь 2 140 и 2 120 на верхнюю панель здесь 120 все помещается 140 2 помещается без проблем не компания deep cool очень хорошо расположила данный контроллер потому что он реально не нигде не мешает и позволяет кроме того и она в дальнейшем более подробно расскажу беспроблемно открывать вот эту переднюю панель у нас у нас все провода зафиксированы корпус это очень удобно давайте посмотрим что в технической зоне корпуса открывается задняя панель стандартно то мы видим здесь во первых довольно много пространства в технической зоне это очень хорошо и удобно при сборке нет 2 и 4 сантиметра вот этот клиренс пространство много что позволяет все аккуратно и красиво уложить в технической зоне во вторых много засечек для того чтобы мы опять же все все провода уложили правильно в третьих мы видим много проводов потому что у нас rgb подсветка и у нас в принципе получается в два раза больше проводов чем обычно мы не только должны запитать вентиляторы чтобы они вращались но еще и запитать подсветку чтобы она светилась поэтому проводов в два раза больше здесь от передней панели стандартные провода usb 3.0 hd audio usb 2.0 и коннекторы кнопки включения hd дилет power лет если вас интересует как правильно подключать эти коннекторы сейчас ссылка появится в описании у нас есть ролик на канале где расписано как правильно подключить кнопки индикаторы передней панели кроме того что мы видим особенного это rgb контроллер подробно rgb контроллер и про то как подключать подсветку сейчас тоже появится ссылка сверху в описании у нас есть отдельный ролик про подключение rgb подсветки дальше мы видим корзину для жестких дисков и комплект крепления сейчас я его отдельно рассмотрю у нас два посадочных места для жесткого диска два посадочных места для ssd накопитель на форм-фактора два с половиной дюйма вот так он снимается крепится и одевается обратно плюс два посадочных места просто на корпусе для накопителей форм-фактора два с половиной дюйма блок питания располагается снизу размер блока питания который заявлен производителем 170 миллиметров но это такие стандартные блоки питания плюс мы помним что мы можем снять при желании сможем снять да мы при желании может сможем снять корзину если мы не используем жесткий диск дальше давайте разберемся вот с этой кучей проводов итак что мы имеем во первых вентиляторы которые идут в комплекте они 3 пиновые это не очень хорошо потому что не все материнские платы могут управлять скоростью вращения на 3 пин дальше мы видим также что производитель уже заранее подключил все вентиляторы которые идут в комплекте в цепь и подключил его к нашему rgb контроллеру то есть для того чтобы просто подключить эту подсветку штатную которая идет уже в комплекте мы просто должны подключить вот этот вот питание вот этого контроллера к блоку питания это стандартный sata интерфейс питания г-образный таким образом если вы не планируете до устанавливать какие-то дополнительные вентиляторы с rgb подсветкой вам надо просто запитать этот коннектор и у вас будет все работать вентиляторы будут светиться и вы сможете нажатием кнопки лет менять режимы подсветки с помощью вот этого контроллера еще одно слово благодарности компании дипку за то что она заранее уже предусмотрела и подключила все коннекторы так чтобы новичок который купил этот корпус сразу же мог радоваться встроенным режимом подсветки этих вентиляторов ну и для того чтобы вентиляторы вращались не забываем что нам надо подключить вот эти 3 пиновые коннекторы к разъемам материнской платы посмотрим что у нас в комплекте 10 нейлоновых стяжек инструкция по сборке набор винтов и стоек здесь всего хватает и даже немножечко остается конечно еще хотелось бы увидеть здесь 8 саморезов для крепления дополнительных двух вентиляторов но как правило эти саморезы идут в вентиляторах которые докупаются отдельно кроме того мы видим разветвитель питания вентиляторов на один разъем сисфан мы можем подключить 5 вентиляторов однако учитывайте чтобы суммарная сила тока вентиляторов подключенных на эти коннекторы не превышала 1 ампер и также в комплекте идет такой адаптер который позволяет подключить управление подсветкой с материнской платы на вот тот каскад с подключенными rgb вентиляторы установка жесткого диска несложная для этого мы освобождаем вот этот винт с нарезной головкой и поднимаем конструкцию для установки жесткого диска берется жесткий диск и интерфейсами в нашу сторону укладывается таким образом кстати в комплекте нет резиновых прокладочек которые бы гасили вибрацию от от жесткого диска это такая недоработка я считаю со стороны дипкул они стоят копейки и было бы неплохо все-таки эти резиночки иметь мы просто прикручиваем в четырех местах жесткий диск винтами усаживаем эту конструкцию на на салазки фиксируем и завинчиваем винтом жесткий диск установлен sd накопитель мы также можем установить зафиксировав его стремя винтами в этих отверстий или же использовать штатные места передняя панель выполнена из стекла и снимается она за вот эту вот часть она удерживается пластиковыми распорками для того что если вы снимаете первый раз то лучше немножечко их поджимать немножко расслаблять чтобы было удобно она выполнена таким цельным куском что очень удобно к ней ничего ничего не крепится никакие провода интерфейсы вентиляторы мы видим вот такие стандартные я сейчас еще расскажу то за характеристики вентилятор крепятся вентиляторы такими винтами мы их можем довольно быстро снять и установить когда надо кто крепил вентиляторы с помощью саморезов должен понимать что крепление с помощью таких винтов намного более быстрое и удобное производителем предусмотрены такие места для этих винтов для установки 3 120 миллиметровых вентиляторов или места для установки 2 140 миллиметровых вентиляторов если вы планируете установить 3 140 миллиметровых вентилятора то придется использовать саморезы причем для того чтобы установить 140 миллиметровый вентилятор нам надо будет все равно воспользоваться саморезом для этого придется скорее всего снимать корзину для того чтобы добраться и прикрутить этот этот вентилятор с обратной стороны это очень неудобно deep cool сделайте здесь возможность также винтами прикручивать эти 140 ковки будет просто идеальный код давайте поговорим о характеристиках вентилятора маркировочку вы видите и что радует это потребление тока 0,08 ампера то есть мы можем такие вентиляторы даже 6 штук повесить на один вот этот разветвитель и коннектор сисфан будет без проблем с этим справляться это очень классно были бы эти вентиляторы не трех пиновые а 4 пиновые и им не было бы вообще цены кстати это действительно вопрос а почему deep cool не сделала их 4 пиновые возвращаю вентиляторы на место и я сейчас замерю шум вентиляторов при их работе в штатном режиме давайте замерим для начала уровень шума у нас в офисе порядка 38 39 децибел и сейчас включим вентиляторы расстояние порядка 20 сантиметров от вентилятора то есть просто при подключении по 3 пин ну довольно шумноватый они 44 децибела получается передняя панель на 1 на 0,8 децибела глушит звук но все равно вентиляторы довольно громкие и при подключении данных вентиляторов я все-таки рекомендую управлять скоростью их вращения с помощью материнских плат благо современные материнские платы позволяют это делать мы давайте посмотрим на режимы подсветки помощью нажатия на кнопку лет я буду менять режим и давайте посмотрим какие варианты предлагает дипку мы видим что переднее стекло у нас затемненное и это такой дает эффект определенный интересный красивый подведем итоги качество исполнения корпуса хорошая корпус выполнен из стали толщиной 0,6 миллиметра как и у многих корпусов в этом ценовом сегменте охлаждение корпус хорошо продувается имеет воздушные фильтры сетки сверху снизу и в боковых прорезях передней панели корпуса наличие 4 вентилятора плюс есть возможность до установить два 120 или 140 миллиметровых вентилятора на верхнюю панель внешний вид отличный стеклянная боковая передняя панели в сочетании с четырьмя rgb вентиляторами придают корпусу эффектный внешний вид встроенных режимов подсветки корпуса не очень много но при желании вы можете переключить управление подсветкой на контроллер материнской платы совместимость на высоком уровне корпус помещается практически все современные комплектующие и высокие кулеры и длинные видеокарты и двух трех секционное водяное охлаждение для сборщика корпус очень удобен это продуманный корпус и собирать в нем пока доставляет удовольствие много места для кабельного менеджмента большое пространство в технической зоне технологической прорези и засечки для удобной прокладки кабелей и шлейфов видно что компания дипкул следит за трендами и дорабатывает корпуса так чтобы сборка в них было комфортно и отметим особенности корпуса это эффектный внешний вид каленое стекло на боковой и передней панели удобство сборки совместимость почти со всеми современными комплектующими и конкурентная цена я рекомендую этот корпус к покупке друзья надеюсь ролик был полезен спасибо за просмотр всем добра и